Здравствуйте, меня зовут Лея Гритт, я мастер-преподаватель и автор техники Натурель. В чем же отличие этой техники от классических методов? Давайте рассмотрим. Во-первых, это гарантии. Ни одна техника не дает гарантии правильной глубины или безошибочной работы. В технике Натурель это возможно. Ученики, которые осваивают эту технику и работают по всем этапам, они очень простые, соблюдают каждый шаг, получают прекрасные работы, не шаблонные, индивидуально подобранные и с правильным цветом, без нежелательных оттенков. Поехали! Здравствуйте, меня зовут Лея Гритт, а это моя прекрасная модель Карина. И сегодня мы вам продемонстрируем, в чем же принципиальное отличие техники Натурель от классических методов. Давайте начнем с эскиза. Для того, чтобы подобрать индивидуальный эскиз для бровей, век и губ, для Карины, нам нужно провести системный анализ внешности. Для этого мы используем несколько типологий. Одна из них это Дэвид и Кибби. Выключается она в том, что мы прилагаем, прикладываем массу красоты, то есть золотое сечение, на лицо и находим отличия. Эти отличия и будут индивидуальными особенностями внешности Карина. Также они будут говорить о взаимосвязи внутреннего мира и внешней оболочки. Как мы видим, в Кариненом случае каких-то кардинальных изменений не нужно проводить, потому что образ в целом прекрасный и очень даже симпатичный. Для того, чтобы понимать, в чем отличие и в чем индивидуальные особенности внешности клиента, необходимо понимать эталоны и стандарты внешности. Для этого посмотрите урок «Идеальные пропорции лица». Согласно морфологическому аспекту внешности, у Карины немного женственный подбородок. Нижняя треть меньше, чем две верхние трети. Это говорит о женской энергетике или о детской энергетике. Давайте разбираться, о какой именно здесь больше идет речь. Далее смотрим. Расстояние между глаз в стандартных пропорциях равно одному глазу. В нашем случае глаза большие, распахнутые, и это расстояние меньше, чем один глаз. То есть сам глаз больше расстояния между ними. Далее, следующий интересный момент у Карины – это рельефный носик. Несмотря на то, что он небольшой, аккуратный, у него очень много изгибов и изюминок, скажем так. Это говорит о творческом начале человека. В принципе, мы можем это наблюдать и во внешности в целом. Это и образ, это и выбор аксессуаров. Конечно же, художественный вид на теле в любом случае присутствует татуировок. И даже, может быть, украшения, они наверняка какие-то уникальные. Подтвердите или нет? Ну, может быть. Может быть, да. Какие-то. Сегодня не надевала украшения специально. Специально не надевали. Но обычно их больше. Да, обычно их больше. Спасибо. Также интересной особенностью являются губы, Карина. Давайте посмотрим. В стандартных пропорциях расстояние, длина рта равна расстоянию от внутреннего края радужки, от радужки до радужки. В нашем же случае эта длина чуть больше. И арка купидона раскрыта по-разному. С одной стороны она чуть дальше, с одной стороны ближе. Это и говорит как раз о тех разных энергетиках, которые присутствуют в личности. Форма лица, квадрат, который говорит о натуральном типаже. Для того, чтобы понимать, о чем я сейчас говорю, необходимо посмотреть урок стилевые типажи Дэвида Киби. Также у нас выразительной чертой внешности является рост. Рост меньше, чем 160 сантиметров, да? 150 сантиметров чем-то, да? 150-160 сантиметров – это рост подростков. Этот типаж называется ГАНИН. Он говорит о независимости от мнения окружающих. То есть свое личное мнение всегда будет важнее, потому что в свой внутренний мир подростка, он не зависит ни от каких обстоятельств. Примерно то же самое ГАНИН несет всю жизнь. Представляете? И этот типаж всегда выглядит моложе, чем есть на самом деле. У вас часто спрашивают паспорт? Не часто. Наверняка постоянно. И дает меньше лет, чем есть на самом деле? Да, да. И это тоже такая очень приятная черта для девушек, ГАНИНов. Кроме того, они непосредственные и трогательные. ГАНИН может быть, скажем так, уменьшенной версией любого типажа. И в данном случае это романтика, натурала, драматика, наверное, даже. Поскольку у нас есть изгибы в носу и небольшое расстояние между глазами. Но, тем не менее, есть натурала и гамантика. Вы знаете, что есть две основные энергетики. Мужская и женская. И ЯН. Более подробно посмотрите в уроке «Стилевые типажи». Там я раскрываю эту тему глубже. А для того, чтобы объяснить клиенту, о чем я говорю, и о какой типологии идет речь, я провожу небольшую консультацию. Примерно такими словами. Карина, вы наверняка знаете об разных энергетиках, о мужской, о женской. Наверняка слышали про ИНИ ЯН. Скажите, пожалуйста, слышали? Конечно, слышали. И в своей работе я использую одну из таких теорий. Это теория Дэвида Киби. Она говорит о взаимосвязи внутренних черт личности и внешнего отражения всего этого. Таким образом, по этой типологии у вас я обнаружила три. Это очень много. Три типа. Три типажа. Один из них натуральный типаж. Второй – это драматик. Третий – романтик. И даже четвертый – гони. Скорее всего, вы мне, пожалуйста, подтвердите, если я вдруг права или не права. Поправьте, если не права. Вам присуще непосредственное поведение. То есть, когда, например, общественное мнение или мнение окружающих говорит вам что-то одно, вы все-таки принимаете свою точку зрения. Даже если выслушаете, покиваете, все равно сделаете по-своему. В основном, да, очень такой прямый характер. Но это даже, наверное, не упрямость. Это скорее ближе к непосредственности и собственному мнению, сильному собственному мнению. Тем не менее, вы очень кокетливы. Это да. Дружественные. Душа компании. Да. Всегда. Вы можете организовать, в принципе, какое-то событие, собрать людей вокруг себя. Ну, в общем, это такой типаж, который объединяет и сильные черты натурала, дружественного, то есть ответственного, надежного. И при этом немножко взбалмошный, кокетливый, как романтик, женственный типаж. Также это непосредственность и трогательность детского типажа гамин. И, может быть, харизма, а иногда агрессия, драматика. Все вместе как-то. Все вместе. Ситуативно или все-таки вот смешано. Смешано по настроению. Смешано по настроению. Вот. Таким образом мы понимаем исходные варианты, какие вообще, какие варианты преображения у нас есть. А их у нас даже не четыре, а еще и плюс-микс всех этих четырех. Но важнее даже понять не с чего мы начинаем, да, не с какого исходника типологии, а куда мы движемся. Для этого я задаю простой вопрос. Чего хочется больше, чтобы уважали или чтобы ухаживали? Чтобы уважали. Чтобы уважали. И так же ухаживали. Отлично. Чтобы уважали, это значит, мы будем усиливать мужскую ян-энергию. А это значит, более прямые черты, линии, углы, возможно, плотность. Но, тем не менее, не будем отставать от своих рельефов. Ни в коем случае. Приступим. Следующий у нас аспект системного анализа – это цветотип. Согласно цветовому кругу и цветотипам в технике натурель, Карина у нас летний типаж. Это пастельный тон и холодный тон. Несмотря на то, что волосы у лица сейчас светлые, это приобретенное. Мы ориентируемся на радужку и волоски у корней. То есть волос, цвет волос у корней. Волоски в бровях, в ресничках. И понимаем истинный цвет волосков. Природный. Для чего нам нужно отталкиваться именно от природы, а не от приобретенных оттенков? Ну, потому что мы же девушки, мы сегодня хотим так, завтра так. Мы же не будем татуаж каждый раз делать тем цветом, который захотелось нам позавчера, например. Вот, поэтому мы работаем в натуральных тонах, которые всегда будут подходить к орининой коже, даже если она загорелая. Итак, для того, чтобы сделать правильный цвет, подобрать правильный цвет цвета типу лета, посмотрите урок «Колористика». И следующий аспект – это социальный. Он говорит о том, что мы должны все-таки подбирать форму не только зачем, но и подстраивать его под существующий социальный аспект, чтобы не сделать условно белоснежки брови малефисенты, и наоборот. Ну, так вот, здесь мы уточняем. Кем работаете? Преподаю йогу. Вот, здорово. Замужем, не замужем? Замужем. Замужем. Все, у нас здесь все сложилось, и когда у нас социальный аспект гармоничен, мы уже, в принципе, ничего не меняем. Вам ведь не хочется ничего развести? Нет, не знаю, у вас не все доходит. Оставляем все, как есть. Это иставские преображения. Если нас устраивает социальный аспект, цветовой аспект мы учли, стилевой аспект, мы знаем, куда нам идти, в более сильную сторону, и морфологический аспект тоже учли. Далее мы идем в сторону симметрии. Следующий этап процедуры – это фото до. Обязательно его делаем анфас, как на паспорт, а также детали, если будут отдельные зоны или есть старый перманентный макияж, для того, чтобы увидеть текстуру и фактуру кожи. Следующий этап процедуры – это дезинфекция кожи. Дезинфекция тех участков, которые мы будем прорабатывать. Раствором хлорогелсидина или миромистина. Тройная обработка для того, чтобы после эскиза сразу пойти в процедуру. Чаще всего я выполняю три зоны за одну процедуру. Объясню почему. Когда мы работаем с тремя зонами сразу, у нас нагрузка на преображение распределяется более равномерно. И клиенту, как правило, хватает естественного образа. Если же мы выполняем одну какую-то зону или две, тогда клиенты просят поярче, почетче, поведнее и так далее, позаметнее. Но если преображение происходит полностью, в таком случае клиент знает себе больше и выглядит неестественнее, как нюдовый макияж. Давайте приступим. Для того, чтобы понимать, не переборщили ли мы, я всегда начинаю с одной стороны. Именно с той, которая немного ниже. Как вы знаете, по морфологическому аспекту у нас всегда есть асимметрия лица. Одна половинка лица выше, другая ниже, уже и шире. Также появляется рельефность. С одной стороны кость может быть более острой, с другой стороны более плоской. И тогда мы можем наблюдать такое, что с одной стороны бровь дна полностью, а с другой стороны окончание поворачивает на высочную зону и незаметно. Для того, чтобы выполнить все три зоны и при этом не переборщить, я всегда начинаю с одной, с той, которой необходимо начать. В кариненном случае я считаю, что это зона губы, потому что они красивые, но их цвет недостаточно прорисован. То есть контур подразмытый и не очерченый. Начинаю с той стороны, которая ниже. Почему? Объясню. Потому что, как правило, девушки любят ту сторону, которая выше. Она и на фотографиях смотрится лучше, и, как правило, является рабочей стороной, так называемой. Для того, чтобы показание перманентного макияжа состоялось, было для чего преображать, нам необходимо прорисовать именно ту сторону, которая является нерабочей. Сделать ее такой же, как рабочая сторона, или даже лучше. Для отрисовки эскиза я использую свежий срез карандаша и немножко прижимаю его между пальцами для еще более острого окончания. С одной стороны острее, с другой стороны плоскость. Начинаю рисовать эскиз с той стороны, которая ниже. Если мы посмотрим относительно горизонта земли, одна сторона будет всегда выше, другая ниже. С правой стороны каримы комиссура расположена ниже. Нахожу центр лица. Это расстояние между глаз и переносица. Здесь оно совпадает с центром лица. Далее отмечаем идеальную часть нижней губы до зоны, за которую никогда не выйду. Эта зона называется переход. Зона табу для губ. Это вот этот блик. Эта зона называется блик. Зона табу. Это когда губа переходит в кожу. В этом месте всегда можно различить блик, который будет говорить нам о том, что зона губ закончена. И цвет никогда не может выйти за эту зону. Вот так ни в коем случае не делайте. Только до блика максимум на блик, но не за него. Сейчас для сравнения закрашу в разных техниках. Так часто просят клиенты немножко выйти за контур. А так работаем в технике натураль до блика. Даже в карандаши это видно, видна разница. Если мы говорим о перманентном макияже, то разница будет еще более заметна. Убираю лишнее. Далее соединяю. Далее рисую ту сторону, которая ниже, для того, чтобы сделать ее более симпатичной или такой же, как та, которая выше. Для этого я нахожу комиссуру и отзеркаливаю ее. Если разница слишком заметна, то мне нужно будет свести на нет в этом участке именно цвет. То есть не акцентировать на комиссурах. Если разница незначительна, то я смогу выделить более заметно. Также поступаю с нижней губой. Прихожу к ней более чистой длине. Тоненькой. И от нее оттушевываю в губы. Поскольку перманентный макияж это необратимые последствия. И влечет за собой микрорубцевание. Я стараюсь сохранить ресурс кожи. И для этого работаю только в тех участках, в которых это необходимо. Тем более, когда у нас свой цвет губ очень красивый. И можно сказать, такой, за которым все и приходят. У Карины свой цвет как раз-таки такой молодой, розовый, свежий. И многие его хотят. Но ближе к контуру он становится пигментированным и неравномерным. Мы восстановим этот рисунок губ. Но не будем делать его декоративным. И также это позволит нам сохранить губы на очень много лет нетронутые. И позволит Карине в бальзаковском возрасте все еще что-то делать с губами. Если же мы не оставим ей этой возможности, сделаем плотный помадный эффект или закрасим все губы. Скорее всего, эти рубцовые изменения, накопленные за много лет, не оставят Карине возможности преображать их в течение всей жизни. Поэтому будем работать только в тех участках, в которых необходимо. Втушевываю этот цвет в свой. Я втушевываю декоративный, искусственный цвет в свой. Таким образом я могу использовать любой цвет, даже красный, и растушевать его к своим губам. Для того, чтобы направить еще значительный верх, создать лифтинг эффект в губах. И если у нас одна сторона все еще ниже, в таком случае в этом месте я могу сделать такую улыбочку, кошечку. Этот фокус визуально направит линию рта вверх. А также придаст дополнительный объем, тоже визуально. Чем прямее линия, тем уже кажется форма. Теперь мы видим, что эта сторона стала более ухоженной, более выразительной, но при этом не изменила своей естественности. Теперь находим симметрию. На этом этапе отрисовки эскиза я показываю клиенту работу в зеркало. Именно лево и право. Для того, чтобы не было иллюзии, что будет помадный эффект. Что будет восстановление формы. Карина, как вам? Ну, объемнее, красивее, да. Мне нравится. Будем делать так? Да, давайте. Смотрите, здесь я практически не использовала карандаш. То же самое будет в перманентном макияже. То есть я восстановлю вашу форму, но при этом не буду закрашивать все губы. Уйду на нет свой цвет губ. Но это сразу после процедуры даст небольшую неравномерность. Хорошо? Будьте к этому готовы. Для того, чтобы найти симметрию, я отмечаю опорные точки для губ. Более подробно вы можете посмотреть урок симметрии. Вершина. Нахожу расстояние от вершины до центра. Отзеркаливаю его на один и тот же уровень и на одно и то же расстояние от центра. Соединяю эти две точки такой же линией, как с выполненной стороны. Она не прямая, она более плавная. Бывают прямые, бывают плавные. Главное, главное, чтобы они были одинаковыми. Аналогично выполняю симметрию латеральных частей верхней и нижней губы. Для этого мне нужно смотреть строго на зону. Обычно я приседаю, но не сегодня. И отзеркаливаю такими же одинаковыми линиями. Они могут быть прямыми или изогнутыми. Обязательно отработайте симметрию на бумаге или на латексе, для того, чтобы на лицах видеть минимальные миллиметры. В нашем деле миллиметры решают и в размере, и в форме, и в направлении. Для того, чтобы видеть, необходимо тренироваться. Очень хорошее упражнение для тренировки симметрия – это перерисовывать что угодно. Возьмите любой понравившийся рисунок и постарайтесь его перерисовать. Тренируйтесь до тех пор, пока у вас не получится идеальная копия. Это сложно, это долго, но это очень хорошо помогает профессиональному видению. После таких упражнений у вас будет получаться достаточно быстро отзеркаливать ваши работы. Поиск формы может занимать продолжительное время, а отзеркаливание должно занимать минимальное время. Для того, чтобы понять, что у нас точно нет перебора, я сфотографировала образ в целом с губами. И теперь приступаю к отрисовке эскизов второй по необходимости зоны, а именно брови. Я беру самый яркий цвет в брови, это акцентное место в брови, и перетягиваю его на всю длину, либо на ту длину, которая мне необходима. Работаю аналогично. То есть сначала создаю форму, ту, которая необходима. Согласно системному анализу внешности кори необходимо изогнутые, но при этом натуральные цвета, которые будут придавать более уверенный взрослый вид. Для этого я перемещаю темные участки в те места, которые необходимы. Создаю новые акценты. Утверждаю эскиз. После того, как мы утвердили эскиз, нахожу симметрию. Для этого, опять же, ориентируясь на свою опорную точку, отзеркаливаю симметрично к этой стороне. И так как бровь у нас состоит из пяти точек, давайте я их вам отвечу. Пять точек, которые создают форму. Начало брови, апекс брови, верхний и нижний и окончание брови. Эти точки соединяют линии, прямые или изогнутые. Наша задача отзеркалить их сюда точно так же. Можно сделать это такими же точками. Или без них. Давайте сейчас с точками, а потом их уберу и покажу, как это делаю без них. Первые две точки мы отзеркаливаем параллельно Земле. Точно так же, как у нас проходит горизонт Земли. Вот эти три точки мы уже отзеркаливаем относительно лица. Объясню для чего. Если мы их отзеркалим точно так же к Земле, то будем получать разное расстояние от глаза до брови. Видите, да? Что будет показывать асимметрию сильнее, чем она есть на самом деле. Поэтому наша задача отзеркалить именно вот это расстояние и саму форму. То есть линии, соединяющие эти точки. Верхний афекс я опускаю перпендикулярно к глазу. Нахожу точно такое же расстояние с другой стороны. Подзеркаливаю. Нижний афекс делаю то же самое. И окончание брови. Это же расстояние. И поднимаю. Далее соединяю такими же линиями, как с этой стороны. Сейчас я уберу эти вспомогательные точки, чтобы показать вам, как это происходит на приеме. Для того, чтобы симметрия была максимально точной, я напомню, что я смотрю, как на паспорт. То есть строго на брови. Еще раз друг к дружке. Две первые точки симметричные и параллельные линии к горизонту земли. Две точки. Две точки. Апекса. Перпендикулярны к глазам. К линии глаз. Окончание тоже строю относительно лица. У нас два горизонта. Горизонт земли и горизонт лица. В бровях мы совмещаем эти горизонты. Если мы отзеркалим такие брови на фотографии, они будут асимметричны. Но наша задача не сделать брови симметричными. Наша задача сделать симметричным лицом. В технике натурель при нахождении симметрии можно договориться между горизонтом земли и горизонтом лица. Так, чтобы угодить и зрителям, и самому клиенту. Также по симметрии необходимо учитывать рельефы. Когда у клиентов надзорные дуги более выражены, активные, тогда появляется асимметрия еще и ракурса. Глаза расположены ниже брови. И если есть глубокая посадка глаз, то клиент видит свои брови как бы снизу, и форма сильно меняется. Учтите это, когда будете работать с такими инструментами. Еще раз, поиск индивидуальной формы, преображающей каждое лицо, может занимать продолжительное время. Но отверкаливание должно занимать небольшое количество времени. Это будет говорить о вашем профессионализме. Далее, веки. Для того, чтобы преобразить веки, необходимо понимать построение века и построение правил стрелочки. А именно, зону табу и точку красоты. Пересмотрите этот урок еще раз. Давайте охарактеризуем глаза нашей прекрасной модели Карины, для того, чтобы понимать, какие у нас зоны табу и какая точка красоты. Глаза очень красивого цвета, красивой формы, женственные, потому что лежат на оси. Комиссура внешняя выше оси, что делает глаза приподнятыми. Но, тем не менее, есть округлость. То есть, глаз немного выпуклый относительно черепа. Поэтому нам ни в коем случае нельзя скруглять его еще больше. Также есть небольшая особенность – это посадка глаз. Расстояние между глаз меньше одного глаза. Поэтому ни в коем случае нельзя доводить нересничное пространство или стрелочку близко, что еще больше соберет глаза к центру. А для того, чтобы найти зону табу для Карины, давайте нижнее веко продолжим до складки века. Я это делаю белой пастой, чтобы вам было более наглядно. Вот эта зона, за которую нельзя выходить в перманентном макияже. Поскольку тут есть слезный канал, он очень тонкий и при этом плотный, в наполнении в дерме. И если мы туда проникнем углой, скорее всего, это будет максимальный отек и подтекание пигмента. Чтобы работать в этой зоне, нужно обладать рентгеновским зрением. Отзеркалим сразу это место. Далее. Моя задача сейчас – уменьшить видимость выпуклости. Для этого линии должны быть более прямые, прижимающие лишний отек. Точка красоты – это самое высокое место глаза на меня. Точка красоты. Самая высокая точка верхнего века у Карины приходится строго над радужкой и делит глаз на две одинаковые половинки. Восходящую линию и не спадающую. Для того, чтобы глаза сделать более расставленными, мы можем эту точку передвинуть в рамках радужки. Если бы здесь было больше расстояния, мы помогли эту точку передвинуть ближе. Но, как правило, девушки как раз-таки хотят более крупные и выразительные глаза. Поэтому Карине повезло. Немножко переставим эту точку к внешнему краю радужки. Для того, чтобы прокрасить межресничное пространство подушечками свободной руки, я приоткрываю межресничное пространство. Такие же движения я буду использовать в работе, в процедуре. И глаз у меня тогда привыкает уже в эскизе. Карине, чего хочется, чтобы эффект был накрашенный или естественный? Естественно, наверное. Чтобы не было ощущения подкрашенных глаз, да? Чтобы было просто... Насколько подкрашенные, наверное. Чтобы как бы стоили реснички или чтобы как будто подкрасили реснички? Слегка подкрашенные я не против. Чтобы не было очень вульгарно, вот как стрелки рисуют девушки. Не хочется. Тогда я выполняю межресничное пространство более плотно и растушевываю чуть-чуть выше ресничного пространства. Внутри века у меня приходит к первому ряду ресниц. Но не до первой реснички, как мы уже оговаривали. А вписывается к первому ряду ресниц. Чем чище будет первый ряд ресниц, тем ювелирнее ваша работа. С одной стороны мы выполняем межресничное пространство с растушевкой. А с другой стороны более классическую стрелочку для того, чтобы у Карины был выбор. Поскольку на словах это всегда, ну скажем, не информативно. Необходимо решить. Да. Необходимая наглядность. Поэтому с одной стороны мы оставим вот такой вариант. А с другой стороны более классические. С другой стороны делаем то же самое. Определяем себе зону табу, за которую не будем выходить. Отмечаем точку, в которой смыкается зона табу и складка века. Вот она и будет нашим окончанием стрелочки. Далее отмечаем точку красоты. Мы ее немножко перемещали. То есть это будет аналогично этой работе, но более декоративной, более плотными линиями. Точно так же я прижимаю свой карандаш для того, чтобы он был максимально острый и плоский. Найдя две точки, точку табу и точку красоты, мне не составит труда соединить их на закрытом глазу. Так глазки не слезятся и работа максимально быстрая в отрисовке эскиза. Линии, которые будут соединять эти две точки, могут быть прямыми, плавными или изогнутыми. Главное, чтобы на обоих глазах они были симметричны. Так же, как с эскизом бровей и губ. Так же, как с эскизом бровей и губ. Прокрашиваем ресничное пространство достаточно плотно, не оставляя просветов кожи и соединяя первый ряд ресниц. Здесь он должен быть максимально ровный. Вот такой. Верхний край тоже должен быть чистый и ровный. Для этого я слегка натягиваю века. У меня переносится. Для того, чтобы прорисовать внутреннее веко, я прошу клиентов смотреть то в одну, то в другую сторону. Если мне нужно оценить работу, то прошу смотреть мне в переносицу. Это делает взгляд прямым. Но некоторым клиентам неудобно смотреть в глаза, поэтому переносится это такой психологически легкий вариант для клиентов. Ну и некоторым мастерам она тоже сложна, когда постоянно напряженные взгляды в глаза. Вычищаю стрелочки, делаю их ювелирными, чтобы у них не было начала и не было окончания. Они как будто из ниоткуда появились, нарисовали форму глаза и исчезли, как будто бы они там и были с рождения. Даже если это декоративная стрелочка, она будет именно так и выглядеть, если вы все сделаете по принципам натураль. Вот эти два варианта я показываю в зеркало. Вот это более естественный вариант и более декоративный. Арина выбрала вариант более декоративной стрелочки, но это только в зеркало. Но когда я показала Карине калаши с разных образов и фотографий, стало очевидно, что там, где стрелочка, это уже декоративный образ и более, скажем, такой обязывающий макияж. То есть Карина будет просыпаться и засыпать в одном образе накрашенном 24 на 7. Не хотелось бы такого для молодой девушки. Поэтому был выбран вариант более естественный. Потому что он тоже раскрывает глаз, но при этом оставляет естественность и легкость образа. Пару слов о консультации клиента. Для того, чтобы клиент понимал все сложности и нюансы процедуры, необходимо грамотно донести до него простыми словами. Давайте продемонстрирую, как это делаю я. Карина. Перманентный макияж – это краска под кожей с помощью микропроколов. Каждый микропрокол оставляет за собой в перспективе микрорубец. Вы наверняка замечали, что даже выдавленные пищики оставляют за собой необратимые следы. Замечали? Да. Ну так вот, это то же самое, но менее заметно. Это как плюс, так и минус. Если мы будем учитывать этот фактор и выполнять все в разумных количествах, тогда это невидимые рубцы и видимый эффект от преображения. Если же мы не будем учитывать этот фактор и делать бездумно одну за одной процедурой, ежегодно обновляя и корректируя, тогда в вашем юном возрасте есть риск получить более видные и заметные рубцы, в которые невозможно будет положить цвет, ну скажем, лет через пять уже. Вы же этого не хотите? Нет, конечно. Здесь я часто еще показываю фотографии неудачных работ, гладких, как рубец бровей, даже если это было легкое напыление поверхностное, но пять раз, для того, чтобы клиенту донести все сложности и всю необратимость этой процедуры. Но теперь давайте перейдем к плюсам этой процедуры. Во-первых, это преображение, время дополнительное сна и, конечно же, это уверенность в себе. Но для того, чтобы сохранить ресурсность кожи, необходимо этот цвет, который мы положим в кожу, защищать. Карина, как вы думаете, как защищать цвет от солнца? Наносить крем защитный, наверное. Совершенно верно. Как вы знаете, любой цвет на солнце выгорает. Будь то цвет на коже, под коже, на футболке или на билборде. Причем происходит это грубо годично. Зимой в том числе. Поэтому мы своим клиентам рекомендуем защищать цвет от выгорания и таким образом сохранять срок службы перманентного макияжа и ресурс кожи. При соблюдении этих нехитрых этапов процедуры и приема мы получаем доверие клиента и готовность быструю к процедуре. Мы утвердили эскиз, выбрали из разных вариантов и теперь нам остается перейти в процедуру.